Удобней. Прежде чем подготовить этот эфир, честно, осмотрели огромное количество сайтов. Я так понимаю, меня так машут, может быть не слышно меня? Ага, все хорошо. Просмотрели огромное количество сайтов, как туристических, так и операторов, и информация на них была абсолютно неполной. Хочу сказать вам сразу, что сайт, с которого можно было брать информацию и рассказывать сразу вам, был «Мамочкин». То есть там, где сидят женщины, которые находятся в декрете, или путешественницы, которые уже хоть раз пробовали поехать куда-то с ребенком, но опять же таки все про детей. То есть именно опыт наших дорогих мам и пап можно озвучить в эфире. А вот советы авиакомпаний и туристических фирм были не настолько полны. Поэтому начнем. Назвали рубрику «Ребенок в самолете. 10 удачных решений, что взять с собой». Первое, с чего хотелось бы начать, это с взлета и посадки. Самое сложное время для малыша, самое сложное время для тех людей, которые сидят рядом с малышом. Оказывается, то, чего вообще я не знала, я думаю, вы тоже будете удивлены, дети до одного года не подвержены вообще никаким изменениям в организме при взлете и посадке. То есть малыши, которые еще до годика спокойно взлетают и садятся, у них, оказывается, даже не болят ушки. Все происходит гораздо позже. То есть детки, которым уже годик, у них происходит изменение в вестибулярном аппарате, и именно тогда они начинают чувствовать, кричать и так далее. То есть что советуют мамы, которые уже летали? То есть если у вас ребенок до года, это просто его взять на ручки, ну в любом случае маленькие детки летят не на отдельном сиденье, и эти 10-15 минут взлета и посадки он спокойно проведет. А вот те детки, которым уже от года и больше, вот тут нужно быть очень внимательным. Во-первых, предлагают мамы, которые 2-3 раза летали с детьми, первое, что нужно сделать, это купить простые леденцы. То есть вот простой леденец за 10 гривен спасет вас гораздо больше, нежели какие-либо фирменные таблетки. Потому что в момент, когда ребенок кушает эту конфету, он постоянно сглатывает. Когда вы сглатываете, нормализуется давление в ухе, и у детей не болят ушки. То есть вариант шикарный, очень дешевый, и никаких последствий. Единственное, на что просит обратить внимание мамы, это то, чтобы конфеты леденцы были без красителей, то есть без химии, потому что в принципе можно ожидать неожиданную аллергическую реакцию. Что говорят про более, скажем так, взрослых детей, то есть уже где-то от 12 до 15 лет, их чаще, вернее, их уже намного реже, и тошнит, и болят уши, то им можно просто дать жвачку. То есть тот же самый вариант, вы достаточно часто сглатываете, просто детям, которым 2, 5, 7 лет, жвачку давать небезопасно. Ну и часто очень взрослые сами сидят и жуют жвачку для того, чтобы лучше себя чувствовать. Плюс, когда вы взлетаете, лучше всего и при посадке отвлечь ребенка чем-то, ну, таким очень интересным и очень для него привычным. В современной жизни чаще всего пользуются, скажем так, новинками, которые разработали умы. Это игры на планшете, это какая-либо игрушка, с которой ребенок уже привык путешествовать. Она его отвлекает и 10-15 минут, пока мы взлетаем, можно спокойно выдержать. Второе, оказывается, на что стоит обязательно обратить внимание, на что я как взрослая никогда не смотрела, как не заболеть. Вот такой факт, оказывается, все авиакомпании говорят, что 15 раз в час они меняют воздух в самолете. На практике, как уже наши заядлые путешественники определили, что спрашивали у стюардесс, действительно ли это так. Чаще всего говорят, что нет. Поэтому в самолете можно встретить очень много разных веществ. Продукты сгорания топлива. Это, скажем так, не очень приятно. Угарный газ плюс бактерии, всякие, которые разлетаются от тех людей, которые сели с вами в самолет. Что советуют? Для того, чтобы ребенок не заболел в самолете, за 3-4 дня до вылета проводить профилактические меры. То есть это тоже может повлиять в плюс. Дальше, что взять с собой? Вот по вопросу, что взять с собой, конечно, бедные мамы и папы. Потому что им приходится брать гораздо больше вещей. Во-первых, все мамы, все папы, ну, папы меньше, конечно же, потому что они доверяют мамам собрать чемодан, советуют взять сменную одежду, включая другие носки. Потому что дети очень любят бегать по самолету, им это интересно. Ну, естественно, в самолете нестерильная чистота, другие пассажиры заходят в обуви, поэтому мы берем сменную одежду, мы берем сменные носки, обязательно берем леденцы, печенье, фрукты, которые не ломаются, не текут, и также просят взять обязательно негазированную воду. То есть, если ваш ребенок постоянно хочет пить, то в магазине дьюти-фри или у стюардессы всегда просить воду, которая негазирована и не сладкий сок, потому что дети все-таки не взрослые, им нужно бы по правилам путешествовать. Также следующий пункт, как положить ребенка спать. Детки до двух лет у нас считаются инфантами и сидят на руках у родителей. В исключительных случаях, когда вы хотите, чтобы ваш ребенок до двух лет сидел отдельно, это не касается взлета и посадки, вы должны тогда заказать ему место. Для того, чтобы ребенок нормально поспал, нужно всего лишь несколько пунктов. Это удобная одежда, это закрытое окно, и, оказывается, есть такая интересная штука, не слышала о ней, не видела никогда, но европейцы и американцы уже пользуются. Есть специальный гамак для ребенка до 10 кг веса и до 70 см роста, который цепляется на переднее сидение, и ребенок спокойно спит. Такое впечатление для него, что он, в принципе, ну, как на даче отдыхает. Для тех, у кого ребенок вот еще не весит 10 кг и не больше 70 см, это реально очень хорошее решение. Также можно, если есть такая возможность, подойти к стюардессе и спросить, есть ли свободные места. Если свободные места в самолете есть, то они спокойно вам разрешат положить ребенка. И бывают уж очень счастливые случаи, когда стюардессы пересаживают мам, пап с детьми для того, чтобы, ну, как бы и не мешать другим пассажирам в бизнес-класс, если там свободно, конечно же. Дальше самое-самое такое страшное, кроме взлета и падения, очень часто детей укачивает. То есть, ну, рвотный инстинкт никто не отменял, это не зависит от человека, все происходит в мозгу, поэтому для того, чтобы вашего ребенка не укачало, и не дай бог вас, потому что вы должны следить за своим ребенком в тот момент, нужно за час-два до вылета принимать специальные лекарства. То есть, когда вы уже взлетели, и вас начало тошнить или вашего ребенка, уже их бесполезно принимать. Если вы точно знаете, что, например, вашего ребенка укачивает в автобусе или в машине, это можно на 99% предположить, что будет такое же и в самолете. Лучше всего пойти в аптеку, купить средства от укачивания, которые есть и для детей, и для взрослых, и за два часа до вылета, то есть, в принципе, два часа до вылета, это ваш приезд в аэропорт. Обязательно их принять, и вы обезопасите своего ребенка от рвоты. Плюс, если уже это произошло, помните, что пакеты, которые находятся в сиденьях перед вами, непромокаемые, так что можно ими пользоваться. Дальше, чем можно занять ребенка в самолете? Ну, здесь вариантов, конечно же, тысяча, но есть определенные, скажем так, особенности. Часто родители говорят, что можно взять как можно больше игрушек, чтобы ребенок был занят, чтобы он мог там бегать по самолету, строить какие-то кубики, а вот оказывается, мамочки, которые уже путешествовали с детьми, говорят обратить внимание на такие пункты. Первое. Взять все игрушки точно не получится, потому что самолетики, имитация ружья, пистолета, лука и так далее в самолет не пропустят и заставят вас сдать в багаж. А если вы это хотели пронести в ручной клади, вам просто придется это убрать. Пластиковые хрупкие вещи, которые еще и имитируют какое-либо оружие, запрещено провозить в самолете. То есть это опыт. В принципе, я нигде не читала, чтобы было написано, что пластиковый детский пистолетик розового цвета нельзя было проносить в самолет. А оказывается, вот по опыту мамы уже знают, что отбирают. Вот если вы хотите какую-либо игрушку пластиковую пронести в самолет, то это должна быть цельная игрушка, то есть никаких мелких деталей, плюс желательно запакованная, как вот вы ее купили, то есть абсолютно новая старая игрушка в виде, я не знаю, старого кораблика, у которого 8 деталей не пойдет, не пропустят. Второе, на что вот мамы обращают внимание, что в авиакомпаниях, в которых они летали на регулярных рейсах, то есть просто купили билеты и полетели, не знаю, в Сан-Франциско, очень часто есть так называемый набор юного путешественника. То есть эта авиакомпания заботится о вашем ребенке. Там есть фломастеры, разукрашки, различные там кубики и так далее. Что касается чартерных авиарейцев, ну, честно, летала я достаточно много, мои коллеги тоже много летали, никто никогда не видел, чтобы приносили какие-либо раскрашки, фломастеры, карандаши, то есть все это нужно взять с собой. Ну, на перелет в 3 часа, в принципе, хватит одной разукрашки, карандаши лучше, естественно, брать, а не фломастеры, потому что, ну, во-первых, фломастеры имеют такое свойство вовремя не писать, карандаши довольно-таки удобно. Плюс все родители сейчас, естественно, пользуются современными гаджетами, закачивают мультики. Вот по совету мам с практически всех форумов, которые я пересмотрела, наши дети больше всего любят смотреть в самолетах Машу и Медведя, потому что серий много, героиня им знакома, то есть примерно полчаса-час ребенок может смотреть. Это тоже для вас хорошо, плюс для тех пассажиров, которые сидят рядом. Дальше. Все игрушки, книжки, разукрашки, все, что вы берете с собой, все опытные мамы и папы с маленькими детьми советуют класть в отдельный рюкзачок, потому что сейчас довольно-таки строгие меры безопасности, и у вас абсолютно все это проверят. То есть попросят его открыть и просмотрят, что же в нем находится. А исходя из того, что сейчас введены новые правила на многих рейсах, что касается Соединенных Штатов Америки, Великой Британии, Японии, вас еще и заставят все ваши гаджеты включить. То есть если у вас планшет, ноутбук с собой, вам обязательно скажут его включить и посмотрят, что же есть на этом приборе. Если он не включается, вы не имеете права его провозить. То есть зарядное устройство, вы должны следить за батареей обязательно. Плюс, что еще интересно, могут проверить на то, какая информация у вас закачана. И вот тут нужно быть очень внимательным, потому что папы не всегда говорят мамам, какие фильмы есть на данном ноутбуке. многие страны, особенно азиатские, при наличии какого-либо фильма, по их мнению, недостойного, мы не говорим сейчас о вообще недостойном фильме, они могут этот ноутбук не пропустить или заставить все стирать. То есть вы смотрите сами, у вас маленький ребенок, у вас 4 чемодана, а папа сидит и удаляет фильмы. То есть это тоже нужно обязательно просмотреть заранее. Так, что еще очень интересно, на что стоит обратить внимание? На то, что туалетов в самолете всего лишь 4. Два спереди и два сзади. Если у вас самолет разделен на две части при помощи такой определенной шторки, то есть мы все прекрасно знаем, что у нас нет бизнес-классов на наших самолетах, особенно чартерных и первого, более высокий класс в самолете отделяется шторкой, то чаще всего самолеты эконом-класса, которые находятся сзади, с левой и правой стороны, они заняты. Как мы знаем, маленькие дети терпеть не любят, поэтому лучше всего обратиться к стюардессе, чтобы она вас провела в бизнес-класс. Ну то есть если есть такая возможность, там и людей меньше, и очередь меньше. А вот если у вас ребенок маленький, тоже удивило меня, конечно, этот форум полностью. Оказывается, есть раскладные горшочки с специальной, не промокающей какой-то, вернее промокающей, но не выпускающей жидкость мешком вовнутрь. То есть вы берете с собой горшок, в который кладется определенное, не знаю, я не могу это назвать памперсом, потому что это не памперс, это как такой матрасик, который абсолютно полностью впитывает влагу, который можно выкинуть. То есть если у вас малыш маленький, не терпит, но уже не в памперсе, как вариант, очень-очень подходит, причем этот раскладной горшочек многоразового использования, то есть на пути туда, на пути обратно вы можете пользоваться. А если вы летите, например, в Турцию и Египет, где детских горшков, как вы знаете, нет, то он вам еще пригодится на отдыхе. Так, дальше. Вопрос, чем питаться в самолете. По правилам безопасности на данный момент проносить еду и воду в самолет, которые вы привезли, вы не имеете права. То есть все, что касается вас и вашего ребенка, вы покупаете или в зоне дьюти-фри, или согласно правилам авиаперевозчика, у вас должно быть все в 100-миллилитровых бутылочках, то есть, например, молоко детское, 100 миллилитров, печенье плотно упакованное, не распакованное с самолета. То есть все это подлежит проверке. Не удивляйтесь, если вам скажут отпить это молоко, потому что бывали случаи, когда там было взрывное вещество. То есть довольно-таки строго за этим смотрят. Если ребенок маленький, ему точно понадобится молоко в самолете, готовьтесь 2-3 бутылочки по 100 миллилитров, и если что, будете пить прямо перед зоной осмотра. Дальше. Что касается еды, которую ест ваш ребенок. Очень часто дети, когда кричат родители, решают, что ему можно дать сладкое, что-нибудь, какую-то вкусную конфетку, чтобы задобрить. Вот мамы, которые уже летали 2-3 раза, просто советуют никаких сладостей, никаких жидкостей, в которых есть пузырьки, потому что это приводит к еще большей тошноте. То есть печенье какое-либо сухое, соленое, из фруктов только твердые, например, яблоки, вот чаще всего именно их берут мамы. И плюс то, что ребенок ест каждый день, вы знаете, что он точно это будет кушать. Также в самолете, если это чартерный авиарейс, в зависимости от авиакомпании, если это регулярный авиарейс, то практически все, что же делают, есть детское меню. Его лучше заказывать заранее, потому что за сутки до вылета самолета еда уже полностью заказана, и если вы скажете, что вы хотите в самолете детское меню, его просто может не быть. Расчет еды в самолет идет по количеству людей, взрослых детей, все это просто заранее просчитывается. Если вы хотите заказать заранее еду, вы ее заказываете. Есть еще один неоспоримый плюс заказа заранее детского меню, это то, что соки, которые подаются детям в детском меню, они будут теплыми. Все остальное, которое относится к взрослому меню, соки будут холодные. В самолетах, во-первых, достаточно прохладно, и для хранения еды используются большие холодильные камеры. То есть ваш ребенок получит сок, но ледяной, поэтому лучше заказать заранее, он получит его теплым, и это будет приятно. Дальше, что же еще нужно сделать? Сейчас секундочку, тут очень много информации. Вот очень мне понравилась миф и реальность. Коляску нужно сдавать вместе с багажом. Если у вас ребенок, который еще ездит на коляске, это не значит, что вы должны сдать свою коляску с багажом. Оказывается, многие авиакомпании разрешают с коляской доехать до трапа самолета, потом у вас ее забирают, вы заходите в самолет, размещаетесь, летите, а при выходе вам ее отдают обратно. То есть вы спокойно сможете путешествовать. Есть такая особенность, когда вы сдаете в багаж свою коляску, она приезжает потом без ручки, без колес, есть некоторые неудобства. Плюс коляска не считается багажом, то есть не будут вам тогда ее считать в общий вес. Также еще один миф, считается, что дети от двух лет, но они же сидят на одном сиденье, имеют такой же объем багажа, а вот оказывается и нет, не такой же. 10 килограмм всего лишь на регулярных авиарейсах может взять с собой мама для своего ребенка. Ну, в принципе, это мешок его игрушек, наверное, как раз и будет уже 10 килограмм. Поэтому будьте очень-очень внимательны. Это то, что касается самолета. Причем мне очень понравилось, очень большое обсуждение, много советов, а в конце один из гостей, так сказать, этого форма написал, уважаемые авторы статьи, вы бы лучше посоветовали, что делать, чтобы пассажиры самолета, которые тоже имеют право на отдых, не озверели от детских воплей. Да, есть обратная сторона медали, потому что все думают о своих детях, все любят своих детей и считают, что и другие люди должны любить. Вот для того, чтобы ваши соседи все-таки могли отдохнуть, чтобы для них путешествие не превратилось в постоянный крик и мучение, лучше соблюсти эти правила и заранее подготовиться. То есть если у вашего ребенка будет уже развлечение, готовые там разукрашки, книжки, фильмы, если вы его переоденете, он будет в удобной одежде, если вы возьмете его любимую игрушку, там того же зайца мягкого, он будет чувствовать себя как дома, если он вовремя попьет, вовремя поест, если его тошнит, съест заранее таблеточку, чтобы ему не было плохо, скорее всего он будет вести себя в самолете так, что остальные пассажиры ну явно не пострадают от этого. Потому что действительно жалко людей, которые очень часто едут по работе, отработав там целые сутки, переезжают в другой город, а в самолете дикий крик, потому что действительно детям тяжело пережить момент взлета и посадки самолета. Очень часто, вот даже мы когда летим, дети кричат настолько громко, что звук турбины ты не слышишь, ты слышишь вот этот вот, ну просто душераздирающий крик, очень жалко детей, очень жалко родителей, поэтому пожалуйста соблюдайте правила и будет вам реально счастье в полете. Дальше рылись очень долго, искали информацию, как сделать удобным проезд на поезде. И тут конечно уникальные советы, наши путешественники молодцы, вот реально мне понравилось. Это все зависит конечно же от страны, мы сейчас берем путешествие на поезде внутри Украины и бывшего СНГ, потому что действительно в более дальние какие-то направления мы очень редко используем поезд, чаще всего это самолет. Из Украины у нас, да, есть там Берлин, есть Будапешт, есть Варшава поезда, и они пользуются популярностью дальше, чтобы там доехать, не знаю, до Парижа, очень редко слышала, чтобы кто-то выбирал поезд. Что советуют мамы для того, чтобы путешествие на поезде было комфортным? Если у вас достаточно долгое путешествие предполагается, то советуют посмотреть билеты на самолет, потому что иногда по каким-либо там акциям и сборам они бывают в одну цену, в принципе, с поездом. Конечно же, ребенку легче потерпеть 4 часа, нежели 24. Второй совет прекрасный, если вы едете на поезде, например, мама, папа и один ребенок, проверено годами и опытом, едете в купе, возьмите четвертое место тоже себе, потому что тот путешественник, который будет сидеть с вами чужой, во-первых, будет мешать вам, а если будет место ваше, то, в принципе, конечно же, у вас появятся возможности положить сумки, а вот на самом деле не сумки-то волнуют мам. Четвертое место чаще всего используется как игровая комната для вашего малыша. То есть действительно это очень удобно, когда все игрушки разложены, ребенок знает, где его на данный момент игровое место, ему интересно, и он меньше трогает и вас, и тех людей, которые находятся рядом. Что еще? Вот советуют, если есть возможность, ехать в компании таких же людей, у которых есть дети. То есть если там кто-то собирается, например, там, не знаю, седьмого числа в путешествие, вы решили ехать шестого, лучше едьте седьмого, если там есть детки. Дети вдвоем, троем, естественно, играют вместе, и им гораздо интереснее. Потому что вы сами знаете, что такое 7-8 часов ехать в поезде. Если ты едешь один, ты зашел, расстрелил постель, и ты спишь. Если есть ребенок, то все внимание, естественно, будет к нему. Что взять с собой в поезд? В поезд можно взять, конечно же, гораздо больше вещей, чем самолет, потому что ограничения по багажу у нас как таковое нет. Можно взять и 4 сумки. И вот мамы, конечно, молодцы, тут уже полностью все описали по пунктам. Первое, это все, что необходимо для обеспечения гигиены в поездке. Сейчас в наших магазинах есть абсолютно все. И салфетки, и бумажные полотенца, влажные полотенца, антибактериальные салфетки, антибактериальное мыло. То есть вы можете взять абсолютно все. И первое, что вам нужно сделать, когда вы зашли в свое купе, взять большое полотенце бумажное, взять антибактериальное средство, и полностью все, что возможно, протереть. Опыт показывает, что после этого ребенок будет ходить с более чистыми руками, ногами и так далее. Вы же понимаете, что да, наши вагоны моют, но им по 100 лет. Ну, ладно, не по 100, но и 20 это очень много. Поэтому берем все антибактериальные средства, которые возможны на данный момент, приводим купе в порядок, и, в принципе, будет вам счастье. Дети до 3 лет, которые малюсенькие, которых нежелательно водить в туалет, потому что многие взрослые боятся у нас туалета, которые находятся в поездах, им обязательно нужно брать горшок. В поезде никаких проблем. Он не нужен вам ни раскладной, никакой любимый горшок вашего ребенка, и едем в путь. Питьевая вода. Вот что касается поезда питьевой воды, также никаких проблем. Перед поездом вас никто не проверяет, дьюти-фри нет, поэтому воду купили заранее, несколько бутылок. У вас она есть, ну, а если у вас закончилась, то у нас, у проводников, естественно, ее тоже можно купить. Книги берем, игрушки берем, мелкие карандаши, все-все-все. Плюс, естественно, есть возможность, мы берем планшеты, ноутбуки, где закачана музыка. Также совет от мам. Если в вашем вагоне нет розетки, где можно зарядить какой-либо прибор, типа ноутбука, знайте точно, розетка есть в вагонах, где купе, розетка есть у проводника в вагоне. То есть можно подойти, договориться, и будет ваш гаджет работать очень долго. Если дорога очень дальняя, то советуют закачивать, ну, вот, на устройство не разные мультики и не разные фильмы, а циклы, мини-сериалы, потому что тогда ребенок будет более внимательно их смотреть. То есть это тоже реально опыт просто людей. По еде. В поезд мы можем взять все, что хотим, но, опять же таки, смотрим, персики брать, ну, довольно-таки глупо, да, потому что он реально развалится, как только вы зайдете в этот жаркий поезд. Вот по советам выделено шесть вещей, которые нужно взять. Фрукты, которые не портятся сразу. Это яблоки, апельсины, может быть, твердые груши. Почему-то именно гречневая крупа до сих пор не могу понять, но именно ее советуют, наверное, как-то она более, не знаю, удобна в поезде. Тут вот расписано, что гречка варится просто залитием кипятка. Может быть, этот пункт влияет на всех мам. Кипяток можно взять у проводника, титаны остались, можно взять с собой термос, в котором есть кипяток. Касательно хлеба советуют брать хлебцы. То есть в современных магазинах мы знаем огромное количество хлебцов на выбор. Они не портятся, они находятся в герметическом состоянии, поэтому берем с собой. Дальше. Сухая еда и консервированная. Ну, это чаще всего то, что относительно детей. Это можно брать, конечно, их питательные смеси, которые разводятся просто кипятком. Дальше. Очень меня порадовала соль в крошечной баночке. Не знаю, почему в крошечной, ну, наверное, для удобства. Все мамы советуют брать чай, кофе свой, сахар свой, потому что, да, чай, кофе продается в поезде, но, наверное, дети все-таки его не будут пить. Ну, кофе-то ясно, вообще не будут. А чай нужно брать тот, который привычный для вашего ребенка. Вообще, в принципе, вы должны сделать так, чтобы ребенок думал, что он просто поменял метод, ну, место нахождения себя, а все, что вокруг, должно остаться таким, как и было. То есть, вплоть до того, что можно взять его там любимое покрывало, чтобы ему казалось, что это его любимая кровать. Дальше. Все мамы, вот абсолютно все, ни одной не было, которая бы не посоветовала взять одноразовую посуду в поезд. Это, во-первых, удобно для мам. Единственное, на что вот стоит обратить внимание, что можно брать одноразовую посуду, которая бумажная, потому что, как мы знаем, пластиковая, она токсична, а чтобы купить не токсичную, то она иногда по стоимости такая, как фарфоровая. А вот бумажная посуда, которая продается во всех супермаркетах, это идеальный вариант. Во-первых, даже если ребенок уронит, оно не разобьется, оно не токсично, выкинуть очень легко. Также, что касается детей, обязательно его личная кружка, даже если ребенку 8 лет, ему будет приятно именно с его личной кружки. Маленькие дети, они же вообще очень привычны к этому. И бутылочка для молока, там тоже его. Также всем мамам советуют однозначно взять с собой скатерть. Все очень просто. Продаются одноразовые скатерти, то есть вы расстелили ее, покушали, собрали, выкинули и ни о чем не думаете. Потому что в поезде, как вы знаете, ну, поезд не самое чистое место вообще, которое есть на земле. Дальше. Если ребенок хочет спать наверху, этот вопрос, оказывается, волнует огромное количество людей. Действительно, мы когда едем в поездах, очень часто дети говорят, что они хотят спать сверху. Они, наверное, думают, что там как-то очень интересно. Естественно, все мамы боятся и переживают и, в принципе, кладут снизу и еще и сами ложатся. Что советуют делать? Для того, чтобы ребенок не упал, ну, мы не говорим, конечно, о двухлетних, мы говорим, там, 6-8 лет, все равно мамы еще продолжают переживать, можно привязать матрас. Я была очень удивлена, но привязывают матрас и ребенка в нем, то есть заранее берут или плотный шарф, или ткань, и таким образом они делают подобие люльки, и тогда дети могут спокойно спать и ни о чем не переживать. Я так подозреваю, что у меня что-то микрофон решил упасть, да? Сейчас, сори, сори, мы сейчас все поправим. Так, дальше. Что касается того, что в поезде на верхней полке очень часто есть металлические детали. Мамы, которые уже несколько раз ездили, делают очень интересную вещь. Обвязывают их тканью, для того, чтобы дети просто не поранились. Просто иногда читаешь и поражаешься находкам, которые делают наши мамочки и папочки, для того, чтобы дети их были в безопасности. И еще один пункт, на который хотелось бы обратить ваше внимание, это пункт, который касается на любом отдыхе есть, скажем так, возможность попадания в неприятную ситуацию, когда перед вылетом или перед поездом или в момент посадки вашего ребенка кусает пчела, оса или какое-либо другое насекомое, которое просто принесет огромный дискомфорт вашему ребенку и вам. Так вот, чаще всего, оказывается, помогает для того, чтобы снять стресс, то понятно, ты мой лучший, поцеловали, а вот что делать дальше, для того, чтобы не было каких-либо таких неприятных последствий. Оказывается, лекарства от аллергии это первое, что влияет на прихождение человека, ребенка обратно в тонус. Поэтому, что мы делаем? Мы берем антиаллергические, скажем так, лекарства, которые для ребенка и вот это мы не сдаем в багаж, не отдаем вручную кладь, а носим в своей сумочке. Потому что, если вашего ребенка укусит пчела перед поездом, особенно летом, когда продаются вот такие арбузы и дыни, то вы, конечно, будете страдать еще часов 8, когда он будет ходить по поезду и плакать. Поэтому обязательно за этим следим, обязательно все покупаем заранее и тогда мы будем точно знать, что наш ребенок находится в безопасности. Если у вас будут вопросы и вы хотите узнать еще какой-либо пункт, что нужно взять с собой, что нельзя брать с собой, как провести ребенка в самолете и так далее, то вы можете, естественно, писать их на нашем сайте. То есть вот здесь можно задать любой вопрос, который вас волнует на данный момент. Мы в течение сегодняшнего дня еще, естественно, будем следить и тогда вечером сможем ответить на все вопросы, которые вас интересуют. и так далее. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!